Вторая жизнь неиспользуемого имущества. Наталья Владимировна, почему этой теме, особенно в последние лет 5-10, на высоком государственном уровне в Беларуси уделяется большое внимание? Я хочу сказать, что в последние годы во всем мире, естественно, в нашей стране происходят значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Производство переходит полностью на автоматизированное управление, в сельском хозяйстве меняются требования госстандарты, социально-культурные объекты также переходят на новые функции своего существования. Поэтому здесь необходимо отметить два аспекта. Такие объекты неиспользуемые, это в любом случае балласт, очень серьезный для всех организаций, у которых находятся на балансе данные объекты. Это необходимо выделение значительных средств на содержание объектов, на уплату налогов по недвижимости и также обеспечение сохранности данных объектов. Второе, необходимо не забывать, что это все-таки денежные средства, и порой очень большие, которые были вложены в объекты недвижимости и сегодня находятся в таком состоянии. Я считаю и цель нашей работы, чтобы эти деньги, вложенные в объекты недвижимости, работали на экономику нашего региона. Поэтому последние 10 лет, даже более 10 лет в нашей стране на уровне руководства, начиная от правительства и местных органов власти, уделяется особое внимание этой теме. Думаю, доводов достаточно. И все-таки вы, наверное, достаточно часто сталкивались с похожими мыслями. А не проще ли построить новое? Задают нам такие вопросы, и у многих людей бытует такое мнение. Может быть, где-то кто-то и прав, но необходимо не забывать, что строительство – это достаточно серьезное дело. Строительство начинается от выбора земельного участка, это самое главное. Далее разрешительную документацию нужно получить, естественно, разработать проектную документацию. Но и самое главное для собственника – это временные затраты, финансовые значительные затраты, но, естественно, его силы. Зачем сегодня уделять такое большое внимание вот этому процессу, когда мы имеем много объектов, расположенных во всех регионах нашей области, уже готовые. У нас очень много объектов с коммуникациями, у нас очень много объектов практически отремонтированных достаточно недавно. Поэтому их можно с минимальными затратами собственнику, новому покупателю уже использовать сегодня. Насколько успешно гомельчане, жители области, работают с этой темой в масштабах страны? Гомельская область последние несколько лет занимает лидирующие позиции по выполнению календарных графиков вовлечения в хозяйственный оборот, как коммунальных объектов недвижимости, так и объектов недвижимости акционерных обществ долей коммунальной собственности. Также хочу отметить, что последних полгода мы вышли на самый низкий в республике показатель количества неиспользуемых площадей. В общем объеме площадей государственной собственности он составляет 2,3% от общей площади госсобственности. Наталья Владимировна, чтобы зрителям было более понятно и наглядно, буквально несколько примеров успешных сделок. У нас очень много успешных сделок, примеров. Такие, которые на виду у каждого. Давайте про Гомель, например. В городе Гомель тот же самый известный центр Мандарин Плаза был продан и сегодня гомельчане видят, насколько успешно реализован проект. Замечательный магазин. Магазин Еврооп по улице Владимирова также в свое время был продан и сегодня функционирует уже много лет. В последнее время, в 2017 году мы продали здание по улице Брыкина 275. Уже сегодня там собственник открыл магазин непродовольственных товаров и час дает в аренду. И таких примеров действительно много не только в Гомеле, областном центре, но и в регионах. В регионах во всех есть хорошие примеры. И есть даже в отдаленных населенных пунктах наши объекты приобретенные используются в различных направлениях. Начиная от производства. В последнее время, естественно, это деревообработка в первую очередь занимает удельный вес. Во-вторых, объекты используются под торговлю. Объекты социально-культурного назначения, парикмахерские, маникюрные кабинеты и так далее. И развитие агроэкотуризма. База отдыха ранчо. Это тоже бывший проданный лагерь через нашим комитетом. Я правильно понимаю, у каждого, ну или практически у каждого сегодня есть возможность обзавестись недвижимостью за одну базовую? Да, сегодня есть возможность приобрести объекты на аукционных торгах по начальной цене, равной одной базовой величине. Абсолютно у всех заинтересованных, как у юридических лиц, так и у физических лиц, граждан Республики Беларусь и иностранных граждан. Но необходимо не забывать, что когда доходит стоимость продажи до одной базовой величины, сразу же появляется очень много претендентов. На электронных торгах, которые мы проводили на Белорусской универсальной товарной бирже, на один объект недвижимости, заявилось сразу 16 претендентов. И, естественно, цена возросла на один объект 220 раз, на второй объект 1170 раз. Хотя в 70% как раз-таки сделки происходят за одну базовую? Да, по начальной цене равной одной базовой величине. Это в текущем году у нас 70% проданных объектов как раз-таки были проданы на таких торгах. В среднем эта цифра составляет, ну, минимум 50% каждый год мы продаем за базовую величину. Я бы хотела еще отметить, что при продаже за базовую величину объектов у покупателей возникают условия. Они обязаны выполнить ряд условий в установленные сроки. Поэтому здесь есть еще определенное обязательство. И в последнее время немножко меняется тенденция. Все-таки представители бизнеса умеют считать свои деньги и свои цели. Они уже готовы сегодня заплатить чуть больше денег, но получить собственность сразу объекта недвижимости. Поэтому сейчас увеличивается количество объектов, проданных с понижением до минус 80%. И в завершение, для того, чтобы подвести черту в разговоре, важное дополнение. Все-таки для государства, думаю, согласитесь, продажа не сама цель. Главное, чтобы в этих объектах снова забурлила жизнь. Абсолютно с вами согласна. И цель нашей страны в работе с неиспользуемым имуществом – это восстановление этих объектов, чтобы они работали в дальнейшем на экономику нашей страны. Это все-таки новые рабочие места. Это создание новых производств. Это развитие малого и среднего бизнеса. Это дополнительное поступление в бюджет в виде налогов. И самое главное – это наведение порядка на земле, благоустройство окружающей территории. Наталья Владимировна, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.